еще раз привет зовут меня урхан ну перед тем как начать говорить о себе или там о теме я бы хотел бы просто подчеркнуть формат о котором андрей так говорил я второй раз уже вот именно на этом ивенте и для меня это примерно вот так вот выглядит потому что на самом деле обычно субботнее утро когда ну не каждую неделю конечно но когда мы гуляем с друзьями или там со знакомыми это вот примерно вот такая ситуация на утро но сегодня вы я все вместе тут что меня радует примерно вот так готовы встретить сегодняшний день и таким образом я урхан сейчас занимает должность архитектора в компании global logic вот и по факту занимаюсь software инжинирингом уже 15 лет плюс-минус где-то сегодня мы говорить будем о vertex а именно мы с вами обсудим некие концепции архитектуру что это как это все строится на базе чего вообще работает и зачем самый главный ответ на вопрос на хера вот что такое vertex собственно говоря и заголовки были слова вот в объявлении facebook их не было у меня в презентации они есть reactivant distributed каким образом это реактивно и как она вообще вот позволяет разрабатывать распределенные системы но перед тем как мы пойдем вот в хардкор зубодробировка скажем так по vertex у знакомства с ним хотелось бы просто вспомнить с чего это все началось и к чему вот это все приходит то есть эволюция вообще эволюция разработки именно современного распределенного программного спечения ну больше мы говорим именно сервер сайт сегодня для меня это все было enterprise то есть белый лист когда я начал это был просто такой большой enterprise где нужно было разрабатывать софт и enterprise это ну для java это java enterprise но не только то есть слово enterprise сейчас мы не интерпретируем как вот java и и в общем смысле все технологии и чуть и позже ближе к концу мы узнаем почему я не акцентирую именно на джаве вообще в принципе то есть что такое enterprise это какой-то application сервер был под которым мы загружали наш код собрав его в форме определенных модулей это могли бы быть жарки если это java на других языках программирования другие какие-то там форматы были даже в печке мы можем собрать печки файлы и под какой-то там apache или engine с их загрузить по сути это плюс-минус где-то enterprise как оно принято да есть об сервер под него мы загружаемся и все работает в какой-то момент чуть после мы начинаем понимать что не хватает мощности в этот момент мы добавляем еще один или более серверов и наши эти модули которые несут себе по сути код который выполняется начинаем делить просто между этими серверами где-то что-то дублируем а где-то просто раскидываем на обычный лод балансинг ну сложность в том что когда-то не было еще девопсов и ну мы разработчики там думали что блин а как этим всем управлять в итоге там умные люди пришли к идее в добавить сюда еще админ сервера то есть админ сервер это такой центральный сервер в который знать про все какие-то там свои ноды часто их называли в java мире менедж ноды вот и позволяет деплоить вот эти самые модули куски кода на удаленные сервера и даже конфигурировать их где-то вот в этой эре это уже двухтысячные начали задумываться о том что ну что то тут лишнее то есть чем больше мы серверов запускаем тем больше у нас просто серверов по факту нужно приложение разрабатывать они сервера доплоить и пришли к идее что давайте уберем эти сервера что остается у нас остается просто код программный и нужно как-то этот код программы заставить запускаться потому что если вы обратили есть у меня пунктирные линии и есть цельные разница в том что я таким образом указывают где у меня софт который можно запустить пнуть там через командную строку двойным щелчком и так далее и пунктирном ли пунктирной линии у меня указаны модули в которых есть код скомпилированные возможно даже да но он не запускается нету входной точки нету main класса например если говорим о джаве таким образом идея убрать сервера пришла к тому что а давайте просто из модули сделаем приложение которые сами могут все-таки запускаться и вот это мы назвали микросервисами ну не мы авторы идеи на в итоге со временем но тогда админ сервер нам больше не нужен получается или нужен заменили это все на discovery конфигурация это даже красивым словом сейчас называется оркестрация от которого тоже начинают убегать в сторону хореографии много таких всяких штуки ну наверное вы поняли куда я клоню я сейчас буду говорить что микросервисы тоже нехорошо потому что если обратить внимание это становится вот так то есть благодаря этой архитектуре мы можем отдельные приложения которые по сути те же самые модули практически ну не один на один но почти можем еще и масштабировать давайте вспомним что в каждом этом приложении вообще есть потенциально не привязываясь какому-либо фреймворку есть нет сервер маленький какой-то который позволяет биндится на ищите порт саппортить там сервлеты не сервлеты что-то еще и запускаться есть опять-таки же модули но в этот раз я слово модуль использую в плане программный код который позволяет вашему приложению работать то есть база вот эти бойлер плейд допустим это может быть спринг или какой-то другой фреймворк то есть базовый какой или ваш какой-то там набор кода библиотечки которые можно переиспользовать чтобы бойлер проект каждый раз заново не писать и на базе этого всего еще какие-то штатные кусочки кода как например gdbc драйвера которые позволяют этому всему работать и под вопросом это ваша бизнес логика по сути все что мне тут интересно она находится на самом верхнем уровне то есть как я буду общаться со своими источниками данных и как я буду данные обрабатывать может какие-то действия совершать ну в интерпрайзе практически всегда есть база данных вот прослойка модули ну библиотеки ну окей а сервера так это же везде дублируется получается мы отказались от аппликейшн серверов еще больше серверов стало и вот где-то эта идея вот за последний скажем так несколько лет назад начала очень активно в мозгах играть у комьюнити которая вот об архитектуру этой об архитектуре микросервисов заботятся пытается как-то и оптимизировать там набор каких-то крутых архитекторов в том числе разработчики фреймворков и где-то там вот у нас появилась найти мы сказали вот зачем нам servlet контейнеры тяжелые какие-то аппликейшн сервера давайте все облегчим по сути мы убираем отсюда сервера потому что мы изначально хотели их убрать они тут не нужны и если их убирать в принципе плюс-минус она уже похоже на то что изначально планировалось знаете вот эта тема когда спека всегда правильно имплементации иногда кривая а скорее всего чаще всего кривая вот это тот самый кейс когда решили вот давайте вернемся имплементацию вернем к спеке окей давайте шаг назад была наша картина такая по сути мы от нее не отдалились все вроде бы правильно обратите внимание я зачеркнул слова микро потому что даже при правильной имплементации очень часто но это не микро сервисы это такие большие иногда мега иногда моно сервисы потому что ну мы называем их микро сервисами по сути ну это большие кусочки приложений которые в себе хранят там целую логику большие api ну да мы паттерну соответствуем но хотелось бы слово микро использовать более вот по-правильному есть множество паттернов которые дальше ведут может слышали там дата микро сервисы там всякие функциональные подходы через там кюхи и много чего на самом деле я начал просто думать о том что где-то вот здесь перед составлением вообще этой темы куда бы отсюда двинуться дальше было бы классно какая концепция мне было бы вот прикольная я не говорю об имплементации я говорю о спецификации я начал фантазировать фантазировать не обязательно что очень оптимально я начал думать о том что в первую очередь нужно избавиться от понятия приложения зачем нам думать приложениями то что она вот физически является каким-то запускаемым приложением или там модулем с набором кодов на самом деле для архитектуры в принципе это неважно то есть можно сделать вот так во первых все эти приложения набор кода должны логически составлять одну единую целую систему цельную потому что мы говорим о паттерне микросервиса вот обратите внимание вернуться заново к микросервисам в чем было его отличие от паттерна со помните ну вот последние годы просто все подряд включая меня даже иногда используем фразу но это практически те же самые со только чуть-чуть видоизмененные но на самом-то деле нет это полностью другой паттерн потому что если вспомнить зайдите просто википедию я гуглил я заранее гуглил википедии вот так не надо даже технических ресурсов написано по танцам из computer science это сервис oriented architecture где софт от независимых вендоров предоставляется как самостоятельный сервис то есть оракал написал один сервис microsoft написал другой сервис где-то у вас один из бухгалтерия еще один сервис и мы их каким-то там архитектурным подходом используем как reusable services но это не микросервисы а микросервисы это когда в той же самой википедии из computer science говорит такой паттерн архитектурный одна система одна программная система один софт вот тот же самый монолит просто разработанный форме распределенных по сети маленьких сервисов которые позволяют бла-бла-бла-бла много вот фич который мы получаем с микросервисом но это вообще кардинально два разных паттерна похоже да они оба сервиса рент в одном это сервисы вообще от разных вендоров в другом это все наша разработка мы используем сорт партии но это тоже каким-то в раппером делаем как микросервис и то есть это маленькие кусочки которые составляют одну единую платформу то есть это не разные софты вместе это одна единая платформа таким образом должно быть все вот так я считаю а точнее уйдем еще на один уровень абстракции я начал думать о том что наверное все таки модули что запускается что не запускаться мне неважно я же думаю об одной платформе точнее об одной системе программы значит мне важен код который разрабатывается дальше наверное вот discovery конфигурации ну это ну это же не часть кода значит это должно уйти на второй план в первую очередь это распределенное приложение discovery конфигурации может быть еще много чего там это фоновые инструменты которые должны быть чтобы это работало и дальше мы проходим next step что в этих модулях должно быть когда я назвал с этим вопросом я задумался но в первую очередь если я вспомнил какие-то базы какие-то джей депси ну допустим есть джей депси вспомним классический пример микросервиса для того чтобы дать доступ к базе через какой-то микросервис так эдакий такой тата гейтвейда сервис что мы делаем на это все какие-то api навешиваем какие-то rest гравки или еще много чего другого я не хочу если это единая программная система я хочу чтобы где-то был просто легковесный клиент который без дополнительных оберток может напрямую отправить мои сквельки на это джей депси по сети шифровано не шифровано security это неважно вообще если мне захочется это масштабировать я возьму куда-то еще такой же джей депси просто end point загружу то есть это не http нет какой-то другой api вот в сыром виде как-то организовать общению между компонентами в нативном виде дальше ну будет еще какой-то функционал которому мы подключаемся под вопросом как говорилось я имею ввиду бизнес логику свою где-то я объявляю степент point точка входа в эту систему ну для внешних пользователей то есть не обязательно все покрывать эти степи потому что внутри ну реально какие-то там api не всегда нам нужны будем честны много чего другого в разных модулях это все мы логически на модуле поделили это могут быть наши физические ноды или не физические ноды или вообще не ноды и общаются они между собой напрямую но если мы говорим о распределенных системах все как бы классно но когда мы возвращаемся к слова реактивность ну реактивности тут нет где реактивность вообще есть два понятия реактивности есть реактивные системы если активная парадигма программирования про программирование потом что такое реактивной системы не углубляясь в первую очередь вот на базе чего вообще мы можем сказать что это реактивная система возможно или нет то за счет чего за счет того что у нас везде есть ивенты то все должно быть как минимум на базе вентов и не факт что это еще вообще реактивной системы но хотя бы должен быть какой-то event бас с помощью этого event баса мы позволяем ходу в разных модулях общаться между собой осинхронно неблокируемо или еще как-то там это все свойственно по факту просто выбросили ивент кто-то его слушает получил и начал что-то какое-то действие делать в итоге эта штука позволила бы мне в моей фантазии вот с такой какой-то архитектурой возможно кривой-косой позволить внешним приложением синтегрироваться с моим приложением то есть я не хочу на каком-то одном фреймворке или языке программирования застревать с одной стороны внешние приложения могут поддерживать те же самые протоколы если они стандартизованы с другой стороны айоти девайсы почему в современном мире очень много айоти девайсов которые используют стандартные те же мессенджинг протоколы позволяют общаться и нефтяные скважины айоти девайс есть в индастриал секторе и какие-то там fire alarm системы это все айоти и smart home и все такое более того это обязательно нужно но ты плод в клауд уметь то есть ну если мы это разработали это требует чтобы вывод под столом тут сервак поставили по-другому никак это нехорошо потому что мы живем в клаву мире но есть кейсы когда нужно и туда и туда деплоится и последнее как уже я чуть ранее обмолвился хотелось бы уметь разрабатывать такие системы на разных языках не зависеть от фреймворков и вот если присмотреться по сути вот такую картину мы уже сейчас имеем имеем мы эту картину например с помощью тех же самых кастер тулов как кубер на эти стан другие альт альтернатива аналоги мы разрабатываем разные приложения формируем из них докер контейнеры условно модули наши которые между собой общаются да возможно не на таком low level как я хотел бы но вы в принципе получаем все эти свойства плюс-минус но в чем подвох я хотел бы это все делать хотя бы на одном фреймворке и на языке программирования одном почему потому что с одной стороны я не хочу к этому привязываться но иногда приходится писать какие-то стартапы или какие-то большие системы начиная всего с двух-трех человек и не всегда есть комфорт того что давайте 200 человек накинем и сразу все разработаем иногда нужно что-то маленькой оси какой-то запилить какой-то права в конце и тогда хотелось бы чтобы был какой-то инструмент один который позволяет много времени сэкономить при этом задачу решает очень оптимально и вот именно здесь вот об этом я сегодня с вами хочу поговорить в ключе вертекса как он позволяет эту задачу добиться но при этом самое самое важное чтобы при попытке составить создать такое вы не создали вот такое потому что часто такое бывает и с монолитами и микросервисами кто-то уже узнал нас свой проект ну что давайте поговорим о vertex у меня будет сегодня красивая графика с эффектами вот что такое vertex вообще кто-то знаком с vertex вообще никто а есть кто-то хорошо честно признаюсь когда в харькове на эту тему говорил также всего два-три человека руку подняла это знаешь люди которые пришли сейчас мы тебя проверим как ты про vertex расскажешь я вас запомнил если что ну что такое vertex давайте вернемся опять ну я люблю вот возвращаться назад и исторические основы вспоминать есть такое понятие как фреймворк ну наверное большинство я верю в то что знают то что в чем разница фреймворка что он запускает ваш код то есть есть инверсия управления на вершину в control и как его базовая ну даже часто им видят имплементация ttp нас injection когда фреймворк это каркас который напишем и код или нету просто запустится приложение уже есть и вы просто вставляете свой код как вот отдельные грубо говоря плагинчики которые запускаются и позволяют сразу программировать какую-то часть логики есть понятие библиотека лагеря ну тут нету инверсии управления то есть мы управляем всем то есть какая-то библиотека скомпилированный набор кода и мы пишем какой-то там main класс в котором мы объявляем что из этого будет вызываться в какой очереди то есть мы программисты управляем этим так вот vertex это вообще третья штука это toolkit модное слово которое я слышал с разными вот фреймворками в первую очередь вспомнил сразу лапку вот может кто-то знаком там это тоже называется тул китом по сути что такое toolkit это не до фреймворк и перри лайбрери потому что вроде бы это набор библиотек много много библиотек которые можно по отдельности использовать как вы хотите вообще без ограничений но если их использовать все вместе вот прямо вот взять всю кучу и просто пнуть ваш проект вы получаете очень сильный почти фреймворк то есть большую экосистему правильное слово где есть практически но я не скажу все всего не бывает но очень много при этом разница в том что нету дополнительный джекшна то есть вы сами управляете что где запускается какая будет точка входа вот почему перри лайбрери и не до фреймворк и того давайте просто уйдем в куб я хочу начать примера кода примерно вот такого чтобы создать vertex приложения обычно ну вот этот код кстати я выдернул из main класса в котором просто был main метод точнее даже в котором я его запускал и он у меня работал сниппет такой я обязательно должен вообще давать уже не от моего имени говорить а вообще нужно в первую очередь объявить глобальный объект vertex вот первая строчка кода дальше у меня некий роутер идет роутер позволяет вот в но джи с такая штука вообще не видно кстати привет так кто мне может помочь кто может помочь с и а ты про серые так а зачем тебе код а зачем тебе код результат нужно видеть build да короче две строчки главное первое видно и того есть главный глобальный объект vertex их может быть несколько но в одном приложении в одном сервисе нам нужен один такой как правило в основном и есть некий роутер роутер вот он очень похож на но джи с когда я хочу какой-то в бабе да например рестовая разработать vertex это делается через роутер про раутинг мы чуть глубже потом поговорим также я хотел в этом примере сделать просто что-то записать в базу чтобы у меня был какой-то джи деби силе что-то еще оказалось вот vertex это делается так есть джейсон обжиг вся конфигурация джейсонами передается туда-сюда в базовом виде вот в самом простом на варианте есть свой объект джейсон обжиг в который я передал там хост датабейс кстати вот этот экран хуже видно четкости может если кто может помочь или там надо прям все тогда забей вам норм окей вот дальше этот объект мы передаем в некий sky клиент у vertex оказалось есть свой майский клиент на самом деле потом выяснил что это не свой этот же майский клиент можно прикрутить к другим фреймворка он от внешних разработчиков которые его за комит или vertex но он реактивный то есть он работает не на базе джи деби си создает меньше потоков и дальше о валяля vertex объект которому мы все привязываем что дальше дальше я использую роутер и объявляя свой первый get and point у меня hello slash имя то что я хочу что хэлло там orhan hello world или что-то еще но при этом не просто взять вот параметр name а еще дополнительно объявляем обязательный степи респонс я его называл просто респонс а потом я хочу это все в базу записать то есть этот с кель клиент я ему говорю insert into операция апдейтов из параметры параметры передаю как джейсон рей опять-таки же прям вот сразу все джейсон коми а дальше vertex он реактивных в каком-то смысле то есть он позволяет ивентами все обрабатывать в первую очередь нужно обработать точнее предоставить некий колбак функцию которая выполнится когда вот этот экзекьют точнее с кель будет за экзекьют чем то есть это колбак схема дальше если success тогда респонс and hello ваше имя если нет ну system out println можно заменить на мог я сэкономил свое время логер не подключал а потом респонс статус код там 500 и н без ответа и эту штуку нужно как-то запустить еще объявляемой степи сервер и говорим ему set request handler router except вот этот раутер то есть тут может быть не просто get hello а еще просто еще там что-то другое то есть много чего и нам порту 880 для простоты примера у меня вот все hard кода тут вся конфигурация практически но я почти не заплакал когда увидел этот как согласитесь вот кто знаком с java script но джейс вот прям напоминает согласны но для джависта это прям вот вот кровь из глаз так зачем зачем это мне вот зачем такое мучение ладно собрались сопли вытерли и как-то я решил пойти дальше хорошо ну наверное есть в этом все плюсы свои какие-то там колбеки вот ивенты и думая об этих плюсах хотелось бы вот вам рассказать знаете есть такой паттер называется реактор не project реактора паттерн реактор вот о чем он говорит в паттерне описывается некий event loop ну на базе этого всего работает vertex то есть почему это все так потому что есть event loop в котором который в первую очередь сингл средат и обязательно должен быть нон-блокинг то есть каждый action порождает ивент и на него должен быть завязан какой-то хендлер то есть callback грубо говоря да примерно так что пришел ивент и мы его обработали но дело в том что это один единый поток и в неблокируемом режиме чтобы его чтобы его поддерживать неблокируемым как мы можем выполнить тушку это же один поток поэтому паттерн описывает еще воркер потоки такие рабочие говорит что в принципе долгоиграющие задачи мы можем делегировать на другие потоки пул потоков которые мы называем воркерами и вот там мы выполняем long running таски такие и дальше callback им отправляем что вот такой-то event event loop у говорим что обработан удачно неудачный так далее ну и с другой стороны ой нет поторопился сначала это все как бы классический реактор паттерн но дело в том что vertex не совсем работает так так работает например нотка vertex называл свой свой вариант мульти реактором то есть мульти реактор это имплементация где у нас вместо одного event loop много иван клубов дело в том что классический реактор паттер на самом деле не хорошо масштабируется точнее сингл среды event loop это в принципе один поток на одном из ваших ядер процессор на физический один поток vertex автомата масштабируется на ваш сервер мы пока говорим о локальной установке то есть формула примерно такая количество ядер они так количество процессоров ну ядер потому что мы их виртуальными процессорами умножены на два потому что в современности в основном каждый из них еще и два потока поддерживать физически поэтому по такой формуле количество event loop of объявляется на которой мы можем вешать хендлеры и это все называется event bass много event loop of в одну шину соединены дальше все в принципе одно и то же и с другой стороны у нас клиенты которые сюда request отправляют и получают респонсор именно поэтому vertex устроен вот таким вариантом колбаками я бы сказал очень роу то есть таком прям low level виде где мы напрямую имеем доступ и видим вот прям вот эти колбаки то есть поверх этого по умолчанию никакого api нет то есть она в голом виде с одной стороны есть плюсы с другой стороны минусы мы успеем это все обсудить в принципе можно было бы сказать что это весь vertex с точки зрения именно как он работает ну взяли библиотечки там можно в доку пойти посмотреть наборы его библиотек какие фичи он дает и начать с этим работать но мы же говорили об экосистеме мы привыкли я привык к фреймворкам потому что есть хейтеры которые говорят что блин но фреймворк это плохо но я бы этих хейтеров закинул бы в проекты свои и дал бы им недели две на разработку на чистой java того софта которую нас там разработать а через две недели посмотрел бы как они плачут дело в том что фреймворки всегда спасают быстро взял сделал где-то что-то там может быть неаккуратно где-то что-то там не оптимально но бизнес вали потому что технологии это всего лишь ключ к тому как мы добьемся своей цели или мы или наши заказчики за что они нам заплатят с этой точки зрения хочется видеть всю картину что мы можем сделать с этим тул китом чтобы понять его стоит использовать или может от него убежать в сторону другого какого-то фреймворка и тогда следующая фича о которой я хотел бы поговорить это deployment модель дело в том что если vertex использовать целиком не просто как библиотека с там какими-то фичами он нам предоставлять свою своеобразную deployment модель которая называется вертиклами кто-нибудь слышал такое что-то ребят я вас помню который vertex и разбирались что что-то рук не вижу хорошо что такое vertical давайте сразу с кода потому что у меня недавно от одного из моих хейтеров я случайно со стороны увидел как про меня такой коммент сказали ну типа дядька стрёмный потому что очень много теории мало практики говорит поэтому я решил в этот раз кода все начинать пошли можно создать создать класс и который экстендится от абстракт vertical то есть вот это и есть наш вертикал что этот класс нам дает вот помните предыдущий код который мы разработали вот его просто можно вставить в этот вертикал абстрактно можно сказать это некий контейнер только не как докер дать для программа контейнер для вашего кода помните абстракцию модули в которых наш код вот это она самая и спи сервер окей дальше нужно заворядить две чуть не сказал функции два метода первый из них это старт соответственно 2 будет стоп и у этого старта есть два варианта есть вариант просто без параметров есть с параметром future как правило скорее всего большинстве случаев вы будете использовать этот вариант суть в чем дело в том что когда вертикал стартует внутри него уже помните да мы раутер http сервер там кулбеком что-то отправляли дело в том что без фьючера просто старт это обычный синхронные блокируемый код да и как только он выполнится все операции пройдут но сам вертекс он внутри полностью не блокируемый то есть скорее всего когда выполнится старт если мы запустим это http сервер еще не факт что он вообще запущен на тот момент и если вы хотите быть уверены что он запустился то есть получить об этом грубо говоря notification тогда нужно использовать вариант с фьючером давайте посмотрим как я говорю сервер vertex create http сервер вот request handler какой-то ставлю причем обратите внимание у меня тут рутера нет помните я сказал роутер нужен для там в плюс-минус да там и rest up и там подобное вот если использовать голый http сервер который без роутера доступен мы туда пишем один единый в request handler конечно там можно несколько request handler вписать да они просто стекаются один за другим на самом деле суть в том что мы пишем какой-то request handler который может глобально там if и тому подобное там условия проверять что отправили какой меч теперь метод тип был и так далее то есть это больше дает возможности более low level мы самим http протоколом работаем когда роутер он дал нам возможность сразу объявлять прям вот и спинт-поинты то есть вопрос удобства то есть и low level есть и более high level давайте так на лу-левеле контента это explain hello from vertex ну дальше нужно его запустить то есть вот так сервер listen 8080 и дальше опять в колбек в котором я проверяю если пройдет операцию удачно тогда вот этот старт фьючер который вот здесь параметром передан . complete если она пройдет неудачно тогда фейл и даже можно срубл там какой-то коз дать ему или там сообщение какую-то вот но этот срубл мы отсюда прямо забираем на коз какой у нас был ну и аналог стоп с таким же фьючером если когда мы будем андеплоится останавливаться то есть почистить какие-то ресурсы вроде бы все чисто все прозрачно как бы все понятно да смотрите презентажка достаточно долго я скажу так если у кого-то прям вот будет вообще вообще никак перебейте задайте вопрос может быть нужно будет реально прям сразу ответить но пока что все но старт стоп некий контейнер который просто код собой позволяет деплоить куда как пока непонятно давайте разберемся какие типы есть вообще есть типы есть несколько типов этих вертиклов то есть мы вот написали код молодцы а дальше нужно знать что есть стандартные артиклы это в принципе тот же самый вертикл разница в том что ну по умолчанию запускается в таком виде и он сразу работать на ивент лупе в потоке ивент лупы блокируя ивент луп если там будет что-то блокирование то есть это нехорошо с одной стороны зачем переключать контекст если это быстрая задача и вот например если сервер можно прямо в ивент лупе запустить потому что они блокируем вы же пишите код вы знаете что там блокируем и что нет с другой стороны если вам нужно вот это все long running какая-то таска который будет что-то там долго вычислять ее хотите все-таки блокируемым кодом запустить на worker потоки есть понятие worker vertical vertical который работает на worker потоки чтобы такую штуку сделать достаточно взять во что за самый предыдущий вот этот класс ничего не менять и просто вот такую конфигу добавить deployment options set worker true deploy vertical ваш класс и options микрофон умер или а кто может помочь с микрофоном батарейки сели да он не работает зато его можно использовать как ее но я не буду рисковать чужой микрофон смотри когда вот наш код который vertical и он в принципе работал как он запускал просто хтп сервер и там были коллбеки то есть он работает очень быстро потому что он не блокируем он просто пройдет и все это можно стандартным вертиклом в принципе разрабатывать юз кейс именно воркеров когда код возможно или без коллбеков или какой-то код который именно несет блокируемый характер то есть долго вычисляющийся например в этом коде если был бы не vertical точнее не http сервер от вертикса какой-то другой который мы запустим и понимаем что вот на этой строке мы заблокируемся пока не порт не пробинтится это да их лучше на воркер ребят меня там задних задних рядах хорошо слышно давайте я попробую так пока голосом чтобы не терять время и вот это юз кейс для воркер потоков когда много ранних таски будут в другом потоке выполняться и event bass event loop не будет заблокирован но дело в том что есть тут свои нюансы с вертиксом он дает очень много возможностей но нужно знать как что работает и воркер вертиклы они работают на одном потоке то есть единовременно да то есть единовременно один и тот же вертикл точнее код из одного и того же вертикла не может выполняться на разных воркер потоках параллельно сейчас фиговая батарейка слышно ладно кому посмотрим какой бренд был больше не буду такие батарейки покупать и того если вы хотите чтобы ваш вертикл выполнился на воркер потоках разных одновременно например чтоб конкуренции повысить повысить тогда есть multithreaded worker вертиклы я не буду примера приводить кодом потому что там тоже просто нужно опции включить суть в чем когда мы пишем воркер или стандартные вертиклы нам не нужно писать multithreaded код на низ из ним нам не обязательно использовать вообще конкурент всякие коллекции другие типы данных волатайл или что-то еще потому что но она работает в однопоточном режиме с одной стороны это как бы упрощает вот не люблю когда говорят что а зачем мне вообще знать конкуренции фреймворк потому что ну типа сейчас же можно вот так писать и можно не знать этого на собеседованиях любят так ребята говорят на самом деле знать надо потому что бывают кейсы когда вам это нужно и если вам нужно вы переключитесь в этот режим еще одну опцию включите что это multithreaded будет но вам надо знать что все весь код который в этом вертикле есть там какие-то правит филды или паблика и все остальное нужно это все рассчитывать с точки зрения что это конкурент код и вам самим нужно уже позаботиться как конкурентно будет доступ к каким-то там тем или иным полям класса и другим переменам то есть вот так как-то хотелось бы не java процесс vertical можно много раз запустить но они будут поочередно выполняться и если это стандарт или вортики да да или же multithreaded тогда есть возможность запустить их много раз спасибо слышно отлично андрей потом скажешь бренд батареек я такие буду покупать домой которые хорошо работает хорошо давайте немножко уйдем вот от сухих слайдов со словами и от зубодробиловки немножко в графику вообще ну окей есть стандартные воркеры есть multi worker и вообще что такое vertical графически его можно представить так просто код точнее контейнер который несет в себе ваши хендеры ваш код это по сути ваши хендеры хендеры колбеков и вендов и таких вертиклов в одном процессе в одной jven ke может быть много то есть в одну джей венку можно задеплоить много вертиклов задеплоить мы увидели пример то то есть это просто через vertex объект сказать что кит SAP лой этот вертикл то есть по сути это вариант как код собрать в какие-то логические структуры которые потом сказать что будут работать на этой jvm ки то есть там в этой вертекс в этом вертексе инстанции таким образом как это все работает еще раз вернемся к истокам вертиклы по сути несут себе код который работает на ивент лупах колбеки которые реагируют на наши венты эти ивент лупы вместе собираются в некий вент бас это тоже мы сказали multi-reactor потом и вот это все вместе составляет ваш вертекс ран тайм вот тот самый run time environment который вот собою представляет единую vertex instance то есть живем к в которой в моем классе запущено все и вот так она работает если использовать вертиклы сюда с одной стороны подключаются сокеты грубо говоря под капотом работать найти то есть тут нету там тонко то джетти там подобное сервер контейнеров тут найти под капотом и альтернативы в том числе найти по умолчанию альтернативы тоже там что у нас был андар то и и тому подобное можно просто все это понастроивать поменять и так далее и с другой стороны по центру тут себе укоры на самом деле ивент лупов там 4 потому что у меня два кора но это для простоты сэкономил место на слайде по факту это все вот работать на ваших физических процессоров и вот это vertex runtime то как выглядит живем к глобально одна в которой запущен vertex и если использовать вертиклы ну вы согласны были бы если я сказал ну вертиклы покажутся лишним ну и без них тоже можно разработать все то же самое в чем разница только вот worker multi-work multi-threaded worker и стандарт nokia но как бы однозначно этим ну все не заканчивается дело в том что если использовать вертиклы а точнее лучше их использовать потому почему потому что если их использовать они дают еще больше возможности это же все экосистема несколько вещей вместе дает нам еще следующую кучу всяких фич и одна из таких фич это кластеризация потому что ну все что мы до сих пор обсуждали это одна нота то есть один gvm процесс в рамках которого используется vertex хорошо а как же это все кластеризовать и чек как это связано с микросервисами в первую очередь хотелось бы напомнить ну верю что большинство наверное знает на всякий случай давайте договоримся еще раз о концепциях и терминологию вот хаевая лобилити для этого нам нужен кластер чтобы повысить доступность и давайте разберемся классически что такое хаева лобилити ну обычно это все приравнивается к нашей планете кстати как думаете если планета была бы программной системой она была у нее какая архитектура монолитная или микросервисная но это сейчас не принципиально но задумайтесь можем потом можем потом в конце поспорить на эту тему похоливорить и таким образом в принципе у нас есть географические зоны разные если мы разработали софт который задеплоем локально где-то допустим в украине в каком-то нашем локальном дата-центре то когда подключиться пользователи локальные у нас все хорошо но дело в том что во первых локальных пользователей может быть слишком много и во вторых они могут быть не всегда локальные для начала тот кейс если их просто много неважно локально или не локально ну как бы все хорошо пока китай не подключится вот будет просадка по перформансу а если еще все остальные подключиться она начнет решать отрещать по швам и поэтому есть такое понятие как high availability терминология от amazon которая уже наверное стала вот классикой есть понятие регионы то есть когда мы деплоем свой софт нам нужно задуматься регионах потому что во первых это есть количество во вторых расстояние время пинга будет дальше чем дальше фили географический регион да потому что там кабели спутники так далее и нам нужно дать людям максимальная availability то есть максимальную успешную user experience вот так скажем максимально успешный user experience обычно мы делим все это на регионы географические в каждом регионе еще в зависимости от количества пользователей или от размера региона делим на так называемый зону до доступ зона доступности availability зоны вот и когда мы свой софт по сути деплоим свои сервисы условно самый классический ну не классический соль самый тривиальный кейс допустим мы все везде все одинаково просто за тепло или зеркально везде у нас получается такая картина каждый пользователь подключается в свой локальный регион а точнее в самую ближайшую ему зону в своем локальном регионе обычно это все настраивается в плане того что ну просто название выдаются регионом это все просто в софте указывается по названиям и грубо говоря это просто логическая конфигурация которая должна соответствовать физическому расположению всего по вашей сетке и когда какая-то зона выходит из строя мы имеем инструмент ну имеем доступ к инструментам которые автоматически перенаправляют этих пользователей на уровне лот-балансеров и так далее на ближайшую следующую зону которая находится в локальном регионе если весь регион выйдет из строя то ну в ближайший соседний регион в какую-то из его зон по какой-то логике это уже больше девопс и административная работа но она есть как только локальные зоны и регионы приходят порядок то все возвращается на свои места таким образом у нас есть хороший user experience где у юзеров быстрое время отклика и всегда быстро можно получить доступ как минимум хотя бы к тем данным даже которые если там репликации так далее доступны уже тебе так работает google facebook и много других больших сервисов теперь вернемся к вертекс как именно вертекс позволяет достичь такого high availability уровня в первую очередь у нас есть разные ноды инстансы это джей вемки в которых крутится наш вертекс объект под которым все вот это наш код с кулбэками хендерами работы нам нужно их объединить в какой-то кластер вертексе это делается используя некий кластер менеджер точнее вертексе нет кластер менеджера есть абстракция набор интерфейсов может даже каких-то абстрактных классов которые позволяют имплементировать кластер менеджер так как вы этого захотите по умолчанию дефолтовая имплементация использует хайзл каст то есть внешний или же уже встроены ваши джей венку кластер точнее memory data grid который скорее всего еще и кластеризован чаще всего внешний по сути там просто хранятся данные информация о том кто где находятся какие ноды и если нужно между ними какие-то данные наверное передавать пока что использую слово наверное но дело в том что хайзл кастом все не заканчивается кластер менеджер это я уже сказал да набор абстрактных каких-то интерфейсов там подобно то есть можно разные имплементации иметь и уже из коробки в самом вертексе есть плагинчики имплементации которые позволяют еще использовать вот эти инфиниспан игнайт апачевский зуб кипер вот и даже есть сорт партии имплементации например тот же самый классический atomics я слова классически было лишним наверное но я помню ты говорил о нем андрей уже говорил о нем вот на что я намекаю вы можете даже свой кластер менеджер написать то есть есть множество вариантов или можно просто по умолчанию включить кластер просто знать что или вам понадобится внешне какой-то хайзл каст или внутри живем к его затянуть и дальше оттуда уже идти во внешнюю сторону как только вы включите модуль кластер по сути он требует конфигу но хорошая новость то что со стороны vertex ничего не надо конфигурировать плохая ну как плохая немножко с минусом конфигурирую все равно придется но со стороны вот этого кластер менеджера туда нужно конфигу скормить какие ноды и так далее так далее и vertex у просто сказать что работаешь вот с таким-то кластером дальше эти ноды на понимают что они в одной сети этот глобальный объект vertex после этого уже работать в кластер режиме то есть он понимает что все эти vertex объекта теперь они в одной системе и мы получаем следующие фичи в первую очередь автоматический файловер если вы за за доплойте ваш vertical с ключом минус речей обратили внимание вместо программного кода командная строка как говорилось если мы разрабатываем микросервисы нам нужны девопсы и вот девопс фичи vertex поддерживает таким образом что он дает свой ком онлайн инструмент по сути это вот жала программка которая vertex и у нее есть множество за команд доступных то есть можно сиа сиди пайплайны континус интегрешен деплоймента организовать очень красиво если у вас все на чистом vertex или часть на vertex и таким образом vertex run ваш vertical java класс грубо говоря его ком то 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 точка вертик минус эйха его и лабилити этот вертикал за доплойте в какой-то instance да точнее в локальный instance на этой машине например но за счет ключа и чей и в случае когда есть классы то есть множество нот как только этот instance в какой-то момент это джей венка просто упадет этот вертикал поднимется на другом доступном в кластере живем на другой ноте живем по сути на другом вверх не вертикал а instance и vertex а и ну оговорочка конечно джарки и классы все должны быть и там и там и там это даун сайт такой ну это организационная часть поэтому мы говорим сейчас пока что фичах ну дело в том что с нашими хай его лабилити зонами и регионами это не совсем лайнится как бы да ну ну такое если все везде глобально а куда он идет в америку идет или в австралию идет по этим поэтому мы внедряем понятие группы хайвай лабилити группы зоны аналоги то есть мы можем указать группу сказать ему до площадь такую-то группу и в разных группах когда падают какие-то инстанции вертиклы перекочевывать на instance просто в этой группе локально то есть в рамках какой-то своей лабилити зоны или региона по факту тут все flat есть просто группы нету зон регионов несколько уровней вложенности вы сами решайте как вы это будете группировать можно группы называть типа us1 us2 в us2 а us2b там типа ukraine 1 ukraine 2 то есть это просто логические названия группировка и вы просто топологии уже строите сети логически приравнивая группа дальше что мне еще понравилось что можно управлять к ворумом знаете что такое корм хорошо из теории сокращенно к ворум это набор минимальный набор голосов требуемый для подтверждения распределенной транзакции то есть что это значит если мы какую-то распределенную транзакцию введем какой-то action который должен произойти используя несколько нод то есть нужно минимальное количество голосов среди этих нод которая считается что если вот они сказали да как вот наподобие даже распределенных транзакций тогда значит все ок так вот а на самом деле к ворум используется так наверное везде в распределенных системах без этого понятия просто никак вертексе что мне понравилось он с одной стороны high level на работы с другой стороны дает доступ к low level фичин таким то есть вот он разрешает вам самим управлять как эта штука будет работать то есть что такое форум в данном контексте в контексте high level ability у нас есть три ноды на них задеплоены какие-то вертиклы у меня там один нарисован может быть много если какая-то нода выходят из строя но вы заранее уже в архитектуру хотите заложить что если вот будет так но две ноды никак не справятся с нагрузкой или ваши вертиклы так распределены что эти вертикли недоступны вот в этих двух нодах и будет так называемая проблема сплит брейн что ну как бы она просто не будет работать потому что часть логика просто недоступна в том или ином случае то есть два кейса часть логики недоступна или мощности не хватит вы можете сказать что корм будет из трех инстансов состоять то есть если не будет минимум трех инстансов в этой группе просто все он доплойнуть она не должно вообще работать как только instance вернется обратно задеплоится обратно вот обычно к ворумы выбирают по формуле но количество ноды в корме количество instance делим на 2 плюс 1 подавляющее большинство не подавляющее просто большинство половина плюс один то есть n разделенный на 2 плюс 1 ну и все наверное с помощью вот такого джентльменского набора управление к ворумом группировка и вообще high availability ключ позволяет вам принципе добыть тех самых свойств как регионы зоны вот эту топологию воссоздать на вертексе с вертиклами с вашими инстанциями но остается один вопрос за кадром дело в том что вертиклы вы я уже упоминал можно один вертикла раза доплойте много раз на разных инстансах его даже можно за доплойт на одном инстансе много раз например у вас одна но до 1 jvm к и вот нас помните вертикла и степи сервер был я могу пять таких вертиклов за доплойте как думаете сколько и степи сервера будет поднята один именно потому что это колбеки они просто как стек соберутся в итоге получается что например случае степи сервера колбек который обрабатывает реквесты происходящий он просто будет на разных потоках выполняться и между ними будет лот балансинг масштабирование по количеству потоков в кластере по аналогии просто масштабирование будет на уровне нодов сетевых но как же происходит лот балансинг есть такой стандартный алгоритм round robin то есть по очереди каждый следующий запрос следующий колбек группы говоря хендлер точнее что это значит если у вас три ноды и вам приходят 6 запросов по очереди первый запрос пойдет на первый второй на вторую но до 3 на 3 4 на 1 5 на 2 и так по кругу всегда вот это называется round robin вверх vertex используют по умолчанию алгоритм round robin неважно локально или кластеризована всегда так то есть по сути это вся система ну это не ноды а набор множество колбеков привязанных к ивентам и когда мы говорим о кластере это просто множество нодов которые также садмитит вот у меня вот такие-то хендлеры на такие-то ивенты подписаны и он начинает между ними это все балансировать к сожалению насколько я успел пока что вот разобраться с этим нету альтернативы то есть я думал что наверное можно будет это как-то поменять вот эту логику пока что как оказалось но я не нашел варианта то есть вот round robin вшит и вшить все вы привязаны к нему но дело в том что если обратить внимание что это колбеки ивенты в принципе если вам нужна другая логика load balancing вы можете даже сами его создать напишите в раперный колбек который будет получать все запросы и распределять их дальше уже по той логике по которой сам посчитать нужно вот но я буду еще эту тему копать может в следующих версиях или же может быть там что-то найду такое может как-то есть вариант это переделать вместо round robin а что другой пока что вроде бы такого нет и еще одна маленькая такая маленькая нотка информационная у вертекса round robin не жесткий то есть на самом деле нет гарантии что каждый следующий реквест на следующую реально ноду пойдет у него переключатель идет плюс один по кругу но он выбирает ноды по доступности если в какой-то момент вам подумать что вот это но да долго не отвечал или вот сейчас она не как бы недоступном просто в следующий раз можете и просто перепрыгнуть по каким-то своим внутренним метрикам да то есть нету гарантии что прям вот обязательно будет поочередно соблюдаться как-то так да 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 у него есть свои внутренние вот метрики и он на это все реагирует я сейчас не готов более детально это сказать но вот информационно что round robin не жесткий то есть они это афишируют и то есть как бы в этом можно еще покопаться там поиграться с этим но по сути она нам никак не мешает дальше в закруглении темы про кластеризацию хотелось бы еще поговорить о данных то есть если мы говорим о кластере мы даже на вспомнили какие-то номери дата гриды это означает что у нас есть уже готовый номери дата грид по-любому в этой системе и по-любому ну если это кластер мы будем играться с какими-то шерд данными у вас на вертекле одном где-то локально что то есть он возможно эти данные понадобятся в другом во время ноут балансинга чтобы там на были глобально доступны ну что включать внешне можно кэшеев какие-то и memory data гриды дата грид уже у нас есть там по сути по дефолту же hazelcast должен стоять с другой стороны ну можно база данных внешне использовать но в том числе у вертекса есть понятие как share data свой внутренний есть объект vertex . share data класс ну share data сди я его назвал с помощью него можно создать во первых так называемый local map но это обычная map а суть в том что ну тут get ну как бы не весело пока что из кейса я на это не скажу но есть такая возможность что мне намного больше интереснее можно использовать так называемые асинхронные мапы а точнее распределенная то есть по факту у нас под капотом в кластер менеджер это in memory data grid распределенный уже мы можем его использовать но вертекс говорит что если хотите чтобы все было вот как вот в одном фреймворке как вот экосистема давайте все тело через вертекс потому что мы узнаем сегодня чуть больше во второй части почему это к есть плюсы в этом если вы хотите даже данные map и так далее использовать вот вертексовый вариант то можно объявить асинхронную мапу получить ее вот таким вариантом видите тут callback опять-таки же что получилось создатель нет на самом деле на фоне мапа создастся в вашем кластере просто точнее там во внешнем кластер менеджере в хайзл касте и дальше можно в асинхронном режиме put с колбеком дед с колбайком видите у меня там в результат get если success он тогда object вал его результат получает таким образом мы между вертиклами можем устроить общалку на уровне данных то есть туда-сюда данные перекидывать храните в каких-то глобальных структурах данных откуда куда и могут иметь доступ все вертиклы и более того это неблокируемо то есть это на колбы как все построено дополнительно через этот шердата механизм мы умеем создавать блоки замки распределенные то есть если нужно вот вы знаете что этот вертикл за доплойн там на множество инстанцев и есть вероятность что одновременно там два его из нас будут выполняться да например один не закончил работу когда успели вызвать 2 есть кусочек кода который должен синхронно между ними работать если вы хотите этого добиться мы по используем шердата объект вызываем get lock с каким-то названием с этим названием он будет создан в нашем чуть не сказал каши в нашем кластере вот и дальше получив его мы можем просто его залочить там лог . лог у меня тут эту строку я скорее всего про а он уже автоматом учится да он автоматом учится им нам нужно его релизнуть когда мы закончим свою работу у меня в примере просто я оставлю сайт таймер 5000 ну типа какая-то работа 5 секунд там пошла и потом релизнулся дело в том что если не сделать релиз ну как бы грустно будет с другой стороны а что если вы забыли сделать релизы или работа очень долго идет но если какой-то вертикал на это заблочился есть шанс вообще все вертиклу наших весь код заблочить просто потому что все ждут одного чтоб такого не произошло есть альтернатива с таймаутом get lock with time out и мы ставим например 10 секунд если за 10 секунд мы не сможем получить этот лог то есть он не будет релиз ну ну окей как бы мы попадем в элс fail to get lock вот сюда попадем и дальше выполним какую-то логику что мы не можем получить этот лог то есть вертикал освободился для следующей задачи ну и последний про share данные это по факту каунтеры то есть можно еще распределенные каунтеры получаете инкрементировать декрементировать и так далее между вертиклами какие-то там синхронный процессинг устроить да 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 это то что доступно из самого вертикса как бы ну я честно не знаю почему именно этот набор инструментов и не другой и не больше не скорее всего я думаю наверное это связано с тем что просто ну это чаще всего наверное используемые по мнению авторов потому что было бы по-другому наверное еще что-то было бы да можно 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 то я полностью поддерживаю потому что всегда есть во первых кейсы когда ну этого не хватит с другой стороны всегда есть кейса когда ну включите просто фантазию и по-своему используйте это то есть никто не запрещает в а ну наша задача по сути выдать самый оптимальный вариант а как уже какие инструменты используют верток сдает набор инструментов дальше мы решаем что и как использовать ну и хотелось бы просто перед тем как уйдем на перерывчик отметить вообще набор фич то в легкой такой манере же я понимаю что уже наверное так уставшие глаза вижу вот что вообще еще есть vertex библиотеки точнее все что мы обсуждали по сути это vertex core то есть корова библиотека она так и называется в документации на официальном сайте vertex core вот там все это есть и более того есть классы с методами для работы с файловой системы ну на тот же асинхронный манер но как бы файл system объект у него есть два типа наборов методов и синхронные асинхронные потому что как оказалось определенные задачи в синхронном режиме работают быстрее даже но вот есть асинхронные варианты там записи чтения из файлов к созданию с коллбеками если вам нужно именно эту штуку тоже написать асинхроны и привязать тоже к вертексу есть возможность создавать свои tcp сервера и клиенты вы увидели пример с этими серверами вот кстати они следующие в списке можно просто raw level tcp сервера клиенты создавать можно юдипе сервера и клиенты разрабатывать свои там бродкасты мультикасты всякие устраивать есть свой dns клиент асинхронный как бы с коллбеками если вы так хотите и есть возможность создавать феджары так называемый ну есть лаунчерники это класс которому мы вместо main класса мы ему указываем манифест файли если я правильно помню манифесте кажется это было main vertical то есть какой вертикал будет входной . дальше он поднимет все остальные то есть не через командную строку а просто микросервис создать который просто вот так об и запустится то есть на классический манер микросервисов